Всех приветствую на своей студии Легендарный внучета, с вами я Бабка Шоу, и ребята, насколько помните, 4 месяца назад я сняла свой самый популярный ролик на канале, который, ребята, набрал около 210 тысяч просмотров Уж не знаю, сколько сейчас на этом ролике но там реально довольно много просмотров И как вы помните, я, в общем-то, снимала на этом самом фоне, так что надеюсь этот видеоролик повторит судьбу того самого. Ой, ребята, всем привет, с вами я, Бабка Шоу Сегодня у нас с вами довольно интересный видеоролик, в котором мы с вами посмотрим новости о Доптме. На самом деле довольно давно, ребятки, мы с вами не смотрели на новости о Доптме не смотрели, что там интересного говорят наши разрабы, вообще не интересовалось я как-то, что там происходит смотрели мы в основном, ребята, с вами сливы но подтвержденной информации мы с вами давно не видели. Поэтому прямо сейчас поставь лайк на этот видеоролик и мы с вами перейдем смотреть эти самые в общем-то какие-то новые посты или что-то подобное. Так, ну всё, ребята, если ты лайк поставил, то давайте перейдём к нашему видеоролику. А теперь, ребята, время социального эксперимента. Насколько вы знаете, ребята, я довольно давно веду свой канал. И сегодня мы с вами спросим у жителей Адоптми, подписаны ли они на него и стоит ли на него подписываться. Тоже у них спросим. Давайте сегодня мы с вами сначала зайдём вот в это вот мороженое, спросим у нашей в общем-то Эльзы, довольна ли она подпиской на мой канал и вообще подписана ли она, знает, кто такая бабка Шоу. Привет, Эльза. Привет, бабка Шоу, как у тебя дела? Слушай, я подписалась незавна на твой канал, ролики просто улётные. Поэтому спасибо огромное тебе за то, что снимаешь промокоды в Роблоксе. И, кстати, мне понравился видеоролик про зимний Адоптми. Как видишь, я уже тоже начинаю готовиться к зимнему периоду. Вот даже пингвинчики мои уже радуются, бегают вовсю. Так что, в общем-то, жду твоих видеороликов. Давай, в общем-то, муж тебе мороженое за счёт заведения сделать. Да нет, Эльза, я куплю себе мороженого. В целом, мне не так жалко денежек. Возьму себе немножечко этого. Можно, да? Да, конечно, почему бы и нет? Теперь, ребята, мы с вами зайдём в пиццерию и посмотрим, что же скажет наш создатель пиццы, ребята. Создатель пиццы, ребята. Повар, что же скажет наш повар? Привет, Рамзей. И что ты можешь сказать по поводу моего канала? Ну, слушай, твой канал, скажем так, довольно интересный. Мне вообще нравятся твои видеоролики, сам формат роликов. Особенно, кстати, у тебя звук получше стал у микрофона. Неужели новый приобрела? Да, реально, микрофон довольно прикольный, так что вообще лайк поставил, подписался. Ну и, блин, вы тоже подпишитесь, потому что канал реально классный. Да к тому же, бабка шоу снимает для вас такие классные видосы годные. Ну, просто как бы даже ну, стыдно лайк не поставить. Так что, ребят, прямо сейчас подпишитесь, поставьте лайк. Как видите, 9 из 10 клиентов рады то, что подписались на мой канал. Поэтому прямо сейчас подпишись, подпишись срочно, и ты тоже будешь рад тому, что подписался. Так, а что это такое? Музыку, оказывается, можно ставить. Ну все, ребята, переходим в новости Адоптми. Ребятушки, мы с вами находимся на официальном твиттер-аккаунте. Адоптми это значит то, что что-то интересное нас сегодня ждет. Так что думаю, то что что-то мы с вами увидим интересное. Так, слистаем вниз и будем смотреть, что тут у нас такого. Это у нас какие-то непонятные легендарочки, типа какое-то, знаете, соревнование. Кто первый получит легендарку? Кто выбит более дорогих питомцев? Кто ответит на вопросы правильно? И это можно посмотреть на Ютубе у Адоптми. Окей, ребят, прикольная штука. Так, это у нас какие-то питомцы и Дилофазабрус этот самый спит. Прикольно, ребята. Ну, блин, почему-то, знаете, Адоптми какой-то взяли странную тенденцию. Они не публикуют новых новостей, а берут и какие-то старые кидают про дудашек, про каких-то, про динозавров. Хотя динозавры вышли уже довольно давно. Буквально, ребят, месяц назад где-то. Так, а вот это интересно. 23 часа назад было обновление у нас, ребята. Что же у нас тут было интересного добавлено? Так, 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 так. Сегодня мы выпускаем небольшое обновление изменения Backend Pets. Они позволяют нам делать больше забавных обновлений питомцев в будущем, но большинство изменений пока не повлияет на игровой процесс. Прикольно, что-то, ребята, наши разработчики Адоптми делают на будущее. То есть, прям вперед смотра, далеко вперед, чтобы мы с вами могли наслаждаться их продуктом. Потом, ребята, улучшение поиска пути домашних животных. Не знаю, что это такое, ребята, а какой-то путь домашних животных. Ну-ка, давайте посмотрим, что тут у нас на видео. А-а-а, понятно. Смотрите, типа додошка будет теперь следовать за нами, а не будет как-то сзади плестись. Ну, прикольно, ребята, то есть она и прыгать за нами будет там везде. Вау, вот это класс, ребята. Вот это класс, смотрите, она и слева, и справа отбегает, а раньше она телепортировалась постоянно. Классно, ребята, вот эта штука прикольная. Потом, ребята, изменение движения камеры при езде на питомцы. Вот этого мы с вами здесь, конечно, не увидим, но, блин, ребята, это тоже стоит проверить. Ну, и, конечно, исправление торговых ошибок. Ребята, при трейдах очень много ошибок было. Очень много каких-то левых трейдов случалось. Ну, конечно, что, ребята, вы хотите? Трейды недоработанные пока что. Надеюсь, что все-таки ошибок никаких не будет. Так, давайте смотреть дальше, ребята. Тут что-то... Количество полученных нами комментариев о намеренном бросании домашних животных в воду вызывает тревогу. Хе-хе-хе. Смешно, ребята, смешно. Так, ребята, мы с вами листаем вниз. Здесь какой-то карнавал, какой-то непонятный. Знаете, что-то вообще не слил нас иксом, по-моему. Это какой-то Дед Мороз слил нас икс. Какой-то странный довольно чувак. Листаем ниже. Здесь у нас, ребята, что-то тоже непонятное. Какой-то пэт модел. Вау. А вот это интересно. Adopt Me Next Pet Model. Хм, давайте зайдем, ребята. Здесь у нас полу... Вот это я нашла. Вот это я хэштег нашла. Нифига себе, ребята. Adopt Me Следующие Питомцы. Вот это, об этом нужно снять по-любому, ребята, отдельный видеоролик. Для того, чтобы это, ребята, было интересно посмотреть. Джинджер. Обалдеть, ребята. Давайте мы с вами не будем забегать вперед, смотреть эти вещи. И если вдруг, ребята, вы захотите все это дело увидеть, то вы можете в любой момент посмотреть мой следующий видеоролик, в котором я все это дело покажу, расскажу. Но вижу, что тут какие-то вещи вообще есть классные, ребята. Так что обязательно мы с вами еще встретимся. Такс, идем, ребята, с вами дальше. Потихонечку двигаемся. Тут у нас какие-то трейды непонятные. Да, Дошка танцует, брейк-данс какой-то. Окей, прикольно. Это у нас, ребята, уже пошли посты про наш Хэллоуин. Хэллоуин давно уже ушел, пропал и все такое. Были лайфхаки, кстати, ребята. Подписывайтесь на мой ТикТок-аккаунт. Прикольно, ребята, ТикТок довольно у меня. Вот так вот. Что тут у нас есть еще интересненького? Летучая мышка летает. То есть особо ничего прям такого сверхъестественного я не вижу. Ну вот эти все посты мы уже остальные с вами видели. Неужели адоптный вообще не выпускает особо много постов? Знаете, что я вам предлагаю? Раз уж у нас пошло на то, что довольно много постов мы с вами увидели, но никакой информации особо не было, ребята, я вам предлагаю прямо сейчас посмотреть, что происходит в Overlook Bay. Да, ребят, представляете? Я еще не забыла про эту игру, но прям что-то вообще давно мы в нее не заходили. Или, может быть, все-таки стоит зайти как-нибудь, посмотреть, что там происходит все-таки. Пускай даже это видео не наберет особо много просмотров. Просто глянуть, что там такого интересного происходит. Ну и посмотрим, ребята. Возможно, сходим, конечно. Вот, ребятушки, мы с вами находимся в студии Wonderworks. Наконец-то, ребята. Очень давно мы с вами не заходили в студию Overlook Bay. Не смотрели что-то интересного. Не смотрели какие-то обновки. Поэтому, ребята, прямо сейчас мы с вами начинаем смотреть, что-то у нас интересного. Так вот, ребята, довольно давно нас не было, но что-то интересное я уже вижу. Как минимум, ребята, как минимум, у нас появляется почта в нашем Overlook Bay. Вы понимаете? Почта! Почта! Наконец-то появится! У вас новое сообщение. И ты будьте готовы проверить свои почтовые ящики на наличие специальных подарков в эту пятницу. Так, в эту пятницу, 17 ноября, был опубликован пост, ребята. То есть, он был опубликован вчера. Сегодня, ребята, среда, 18 ноября я снимаю этот видеоролик. Значит, завтра уже будет четверг. Представляете, в пятницу мы с вами... Ну, вернее, это уже будет суббота, потому что наши, в общем-то, разработчики, они американцы, и выпускают все это дело ночью. Очень много всяких штучек. Ну, ладно, ребята. В целом, мы с вами потерпим. Всего суббота утром все эти обновы будут прикольные. И знаете что, ребята? Кто хочет торговать, поставьте лайк этому твиту, если вы с нетерпением ждете этой пятницы. Ребята, в пятницу появятся трейды. Вы понимаете? В пятницу появятся трейды Adopt Me. Вернее, Overlook Bay, ребята. Новые трейды. Новые трейды, в которых мы сможем с вами что-то интересное видеть, ребята. Это просто какой-то шок. То есть, у нас с вами будет обмен в нашем Overlook Bay. Кто подарит мне подарки? Выстраивайтесь в очередь. Ладно, ребята, шутки шутками в Overlook Bay я не очень люблю играть, на самом деле. Вау, ребята, так, тут какое-то обновление, оказывается, было еще и с какими-то скейтами, ребята. Personal way, 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 it's like a kit, ребята. Ну, короче, это с английского языка переводится как персональный транспорт. То есть, это такой транспорт, который, в общем-то, может поместиться вам, грубо говоря, в карман. Ну, как в карман, ребята. К примеру, вот у вас есть скейтборд. Это не машина, на него можно сесть, ну, вернее, не сесть, а встать и поехать сразу. Никаких проблем абсолютно не будет, либо, например, велосипед, ребята. Никто вас это не отнимет, и вы можете кататься на этом, даже если вам, допустим, 10 лет. А вот машина, это довольно серьезная штука. Поэтому, ребята, к примеру, если у вас нет такого желания прям далеко куда-то ехать, то вы просто, например, берете скейтборд какой-нибудь красивый и едете на нем. Прикольно, ребята, по-моему, как по мне, вообще шикарно. Так, классную штуку сделали, ребята. Трейдеское обновление, всякие прикольные штуки. Особенно, ребята, скейтборды, то есть, ну, по скорости, они прям, ну, не уступают, по-моему, машине. Да и кататься на них довольно прикольно. Даже поприкольнее будет, знаете, чем в этом, на машинах, ребята. Тут какие-то непонятные боксы. Походу, ребята, здесь как раз-таки с помощью них, вот этих квадратов, мы сможем с вами получать этот самый наш личный транспорт. Он у нас тоже выпадает из каких-то боксов. Прикольно, ребята. Так, что тут еще? Вот оно как у нас выглядит. Это у нас персональный транспорт. Вот такие вот прикольные штуки. И знаете, что я вам думаю, на самом деле? Давайте мы снимем полный обзор обновления. Когда у нас будет, получается, 20 число. Да, вроде 20 числа, если я не ошибаюсь. Пятница, да. 21 числа выйдет видеоролик в субботу. Мы с вами посмотрим на трейды. Мы с вами посмотрим на новую обновку. Мы с вами посмотрим на вот эти самые вещи. Типа, знаете, какие-то самокаты и все подобное. Так что, ребята, думаю, то, что суббота будет у нас довольно насыщенной. Я надеюсь, что мы классные видосы с вами заснимем по-любому. Ну и смотрим еще дальше, ребята. Еще одно обновление недавно выходило. Это у нас, ребята, какое-то обновление рыбалки. То есть что-то у нас новое появляется. Представляете, да? Что-то интересное. Типа, мы, походу, с вами новую рыбу можем ловить. Да, ребята. Смотрите, какая-то океаническая рыба. Коллекция рыбы 42. Вы понимаете? 42. Эээ, 14, получается, каких это, ребята? Озерных рыб, 14 океанических и 14 речных. Шок, ребята. Вообще не заходила в Оверлук Бэй довольно давно, поэтому вообще не шарю, что там происходит. Представляете, ребята, пока я здесь спала, Оверлук Бэй выпустили просто шоковые обновы. Ребята, я вот прям сейчас вам читаю. Во-первых, это перезапуск системы рыбалки. 42 новые рыбы. 42 новых типа рыб, которые вы можете поймать. 50 уровней. Это какой-то, знаете, фишинг-пад. Типа, ну, какой-то, не знаю, что это такое, ребята. Билеты для рыбалки, за которые за каждый уровень вам будут давать всякие монетки или что-то подобное с наградами. Конечно, ребята, путешествия по океану на какой-то лодке. Новая нужда питомцев. Гемы, ребята. И что-то опасное вылазит из океана. Прикольно, ребята. То есть обновление за обновлением. Выходит у нас здесь в Оверлук Бэй какие-то прикольные картиночки вставляет. То есть, ребята, наши разработчики не спят. В отличие от Бабки Шоу, которая вообще забыла про эту игру вообще полностью, ребята. Так, ребята. Ну, а остальное, если я не ошибаюсь, мы с вами уже смотрели. Правда, это 25 октября. Скорее всего, это все, ребята, с вами видели. Что же еще нам посмотреть с вами для того, чтобы наш видеоролик был довольно интересным. Я вам, ребята, предлагаю не смотреть ничего. Ребята, знаете, на самом деле в этом видеоролике было довольно много актуальной, интересной информации, которую вам могла понравиться, ребята. Сегодня у нас такой вот довольно незатянутый видеоролик. Много прям, знаете, информации мы с вами узнали. Многое мы узнаем с вами в следующем видео. Многое мы с вами решили отложить на потом. Но надеюсь, что Бабка Шоу не забудет все-таки прийти в Оверлук Бэй. И, в общем-то, ребята, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Бабка Шоу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Обязательно прислушайтесь к мнению наших ребят, у которых я спрашивала их мнение о моем канале. И, в общем-то, подпишитесь, ребята. И всем удачи, всем пока. Легендарные ночеты. До встречи в следующем видеоролике. Пока.